В Станице Северской прошла открытая сессия Совета муниципального образования «Северский район». Руководитель муниципалитета Андрей Дорошевский отчитался о работе администрации за минувший 2023 год. На заседании присутствовал депутат ЗСК Сергей Орленко и руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Краснодарского края Олег Буцкий. Северский район по-прежнему входит в группу территорий с высоким уровнем социально-экономического развития. Девятое место в крае. Поступление налогов и не налоговых доходов в консолидированный бюджет Краснодарского края по Северскому району составит почти 6,5 миллиардов рублей. Уточненное бюджетное назначение 2023 года обеспечено более чем на 104%. Консолидированный бюджет Северского района мобилизован на доходах в общую сумму более 2 миллиардов рублей. Бюджет района поступил свыше 1 миллиарда 300 миллионов рублей собственных доходов. Бюджетное назначение 2023 года выполнено на 117%. Районы поселения приняли участие в реализации 23 программных мероприятий, 11 государственных программ Краснодарского края на сумму 687 миллиардов рублей. Общая сумма расходов консолидированного бюджета Северского района превысила 4 миллиарда рублей. Как и прежде, преобладали расходы на социальную сферу. Минувший год стал продуктивным в области социального строительства. Отремонтирован ряд школ, в том числе капитально, двухэтажное здание Северской школы номер 43. Завершено строительство блока начального образования на 400 мест Афибского лицея. Однако Сергей Орленко заметил, что в медицине при продуктивной работе по строительству, ремонту и оснащению медучреждений сохраняется острая нехватка медицинского персонала. Депутат ЗСК отметил необходимость еще активнее привлекать кадры в районные больницы. Попробовать из того дохода, который 250 миллионов в район заработал, если сказать, попробовать, может быть, какую-то часть направить на увеличение составляющей для именно тех компенсационных выплат по найму жилья, другим компенсациям для того, чтобы привлекать побольше молодых специалистов, чтобы они здесь оставались, может быть, и стипендию даже ребятам выплачивать, которые сегодня дополнительную стипендию от района небольшие деньги, но они, знаете, все равно ребят заинтересовывают вернуться в район. Несмотря на санкции, в минувшем году наблюдалось развитие промышленности, сельского хозяйства, благоустраивались общественные территории, в том числе благодаря активному участию в госпрограммах – региональных и федеральных. В районе реализуются крупные инвестиционные проекты, в аграрной области даже рекордные. В целом, работу главы и администрации Северского района депутаты признали удовлетворительной. Хочется сказать, что, конечно, удалось сохранить какие-то положительные векторы развития в 2023 году и даже, как видно, некий фундамент на 2024 год для развития, для хороших дел. Ну, оценивая все это, конечно, хочется поставить положительную оценку удовлетворительно о работе главе, ну, неспективной всей команды администрации. Спасибо, Андрей Владимирович, и я вам просто хочу пожелать успехов в вашей администрации. Дальше вам будет помогать. Оценку удовлетворить. Олег Буцкий от имени губернатора Краснодарского края Венеимина Кондратьева оценил достижения муниципалитета и пожелал дальнейших успехов. Заслушав доклад главы муниципалитета, проанализировав развитие территории в минувшем году, считаю, возможно, в целом признать работу, проведенную муниципалитетом, удовлетворительно. В завершении сессии в торжественной обстановке почетные грамоты и благодарственные письма вручили заслуженным жителям района, руководителям и работникам организаций, депутатам, председателям ТОСов.